Девушки отдыхают Вы должны получать от этого кайф Здравствуйте, с вами компания Дом-Дорогу Сегодня у нас передача замечательного автодома На базе Mercedes Sprinter Объемом 2 литра С полным приводом Реализованным по принципу 4Motion 4Matic точнее Автоматическая коробка передач 9-ступенчатой, мощностью 190 л.с. Сама начинка шасси У нас имеет полный фарш Все помощники Помощник дальнего света Помощник по считыванию дорожных знаков Дистанционный круиз-контроль Подогрев сидений Контроль усталости водителя Активный помощник по удержанию в полосе Все возможные помощники, которые могут быть на Mercedes Sprinter В этом автомобиле они присутствуют В самом шасси Автодом Hymer MLT 580 На полноприводном шасси Mercedes Автодом оборудован В качестве дополнительной опции Маркизой Спутниковой антенны Установлены солнечные батареи На задней стенке автодома Установлена лестница Лестница Имеет Замочек Таким вот образом она открывается И можно попасть наверх Также установлен фаркоп Как его многие называют американского образца То есть под квадрат 50 на 50 мм И розетка фаркопа То есть электрика на 13 пин На задней стенке также закреплено запасное колесо Которое от вандалов защищено также замочком Традиционно для MLT 580 Большой багажник В багажнике установлен летний душ Который в процессе эксплуатации Имеет горячую холодную воду Ну и как во всех автодомах Естественно в багажнике имеется подсветка По левой стороне Находится отсек Для двух газовых баллонов Отсек громадный Как можете видеть Сейчас стоит здесь 18 литровый композитный газовый баллон Объемы этого отсека позволяют установить И 2 по 27 литра Здесь же в отсеке хранится Гофрированный шланг Для слива сточных вод Ну и традиционно для автодомов Туалет Тетфордс По левому борту также имеется у нас воздуховод То есть это выхлопная система И система забора воздуха наружного Для отопителя Установленного на данном автодоме В качестве опции дизельного Данная решетка прямоугольной формы Свидетельство о том, что здесь установлен дизельный отопитель Который берет топливо из основного бака объемом 90 литров Левее от воздуховода стоит блок ЕЛМ ЕЛБ Точнее Который является управляющей системой жилого модуля Выше установлен инвертор С контроллером источника питания То есть если вы при включенном инверторе Подключите автодом к 220 вольт То приоритет отдастся естественно 220 вольт Внешнему подключению И инвертор уйдет в режим сна Ниже Располагаются Аккумуляторы На данном автодоме установлена система Hymer Smart Battery То есть два литий-ионных аккумулятора И один аккумулятор АГМ Давайте вернемся К сливу сточных вод Патрубок слива находится Вот за правым задним колесом Куда одевается гофрированный шланг И соответственно туда куда нужно слить Управление краном Осуществляется из кабины водителя То есть можно подъехать к месту слива Если нет необходимости удлинять Шлангом То есть какая-то решетка куда можно слить То можно подъехать По зеркалу на эту решетку И соответственно не выходя из машины Нажать кнопку И осуществить сброс Выше установлена Розетка для подключения внешнего источника 220 вольт И горловина для Залива чистой воды Закрыл Открыл Ну что, пойдемте пройдем Салон Сейчас у нас на площадке в продаже LMC i605 Кстати пробег у этого автодома Всего 25 тысяч километров Самое время путешествовать LMC Sport Line i605 Производство этого автодома было в 2015 году Это интеграл на базе Fiat Ducato Мощность двигателя 130 лошадиных сил Ручная коробка передач Это стопроцентная классика По сути как автомат Калашникова Пробег, еще раз повторяю, всего-навсего 11 тысяч километров Удобен для подхода как левый, так и правый баллон Это биотуалет Емкость 20 литров Слева и справа у него крышка Да, точно шипованные колеса Это зимний комплект LMC Sport Line i605 У этого автодома Газовое отопление И газовый подогрев горячей воды Три комфорки Холодильник Thetford С автоматическими источниками Электроэнергии В морозилках Второй цех Средняя часть И отсек Для овощей, фруктов На входе Ступенька с электроприводом И посредством ее заходим в салон На входной двери Помимо мусорного ведра Имеется окно Со шторкой Затемняющей Затемняющей Два крючка для одежды И установлен В качестве опции Дополнительный замок Также входная дверь Оборудована Москитной сеткой Панель управления Отопителем Жилого модуля Как я уже говорил Он дизельный Одним нажатием на кнопку Мы вот видим Иконки Которые Одна из них Моргает сейчас И свидетельство о том Что включено У нас отопление Соответственно подтверждаем И выбираем температуру Которую мы хотим Иметь в салоне Сейчас 22 градуса По старту Потому что уже довольно-таки тепло Чтобы нам не упариться 22 градуса И подтверждаем Теперь отопитель будет поддерживать В салоне 22 градуса Далее Поворотом колесика Переводим На обозначение Термометра В воде Это соответственно Подогрев горячей воды Сейчас его не могу включить Активировать Потому что Бойлер пустой Соответственно Уйдет в ошибку Чтобы этого не допустить Я его включать не буду Но для включения Нужно повернуть колесико Вправо Режим эко Это приблизительно 40 градусов Температура воды горячей Режим ход Это 60 градусов Горячей воды То есть соответственно Подтверждением кнопки Активируется опция Подогрева воды Для того чтобы ее выключить Соответственно Опять же нажимаем Переводим колесиком В положение OFF Подтвердили Все он выключится Подогрев воды Дальше Следующая иконка Это у нас выбор Альтернативного источника питания Для отопителя Но у нас Здесь установлена Трума комби 6D Просто без E Поэтому она Осуществляет питание Только от дизеля Вот Фуил написано Если бы она была бы С индексом E То она еще имела бы Возможности отопления От внешнего источника 220 вольт Ну и вентилятор Это принудительная Раздув воздуха В случае если В салоне Запах Или Просто проветрить Немножко То есть включаем Просто вентилятор Он по этим же воздуховодам Просто гонит воздух Снаружи Нижние соответственно Иконки Здесь мы устанавливаем Время во сколько Ему стартануть И он включится В то время Которое мы ему зададим Следующая иконка Это выставление Времени То есть сейчас 13 У нас 10 Получается Можно Температуру выставить В фаренгейтах Либо в цельсиях Кому как удобно Я ставлю в цельсиях Потому что нам Это привычнее Качество подсветки То есть больше Меньше Самого экрана Свечения Режим работает Часов Кому-то удобно 12-часовой Кому-то 24 Но я оставлю на 24 Ну и язык Здесь только Немецкий Либо английский И соответственно Есть опция Ресет Это сброс на заводские Настройки С панели Все Главная панель управления Здесь у нас с вами При выключении Кнопки Вырубается Все питание Выключается Насос Неактивный Встает Становится В воды По большому счету Отопление Остается активное В любом случае Даже если При выключенном Главном выключателе И Холодильник У нас с вами Тоже остается активный Потому что он Ну и соответственно На самой панели Переводом колесика Влево Либо вправо Можно Увидеть Вот иконка Загорается Это состояние Аккумуляторных батарей Жилого модуля То есть 13 вольт Состояние Бака Из чистой воды Это фреш вода Вот пустой Бак Серой воды Тоже пустой Показывает Ну и состояние Аккумуляторной батареи Двигателя 12,7 вольт То есть батарея живая Чуть правее Вот такая Черненькая кнопочка Это на самом деле Не кнопочка Это Как говорят поляки Чуйник То есть Это термометр Для измерения Температуры воздуха В салоне Соответственно Он же дает команду На включение Либо отключение Нашего с вами Отопителя Рядом с входной дверью Розетка 220 вольт Кнопка управления Подножкой В случае Если у нас сейчас Подножка Открыта Да и мы попробуем Завести двигатель Только включится зажигание Прозвучит звуковой сигнал О том что Сигнализирует О том что у вас Открыта подножка На панели Имеется кнопка Вот она Закрыть Эту самую Подножку Нажали Подножка закрылась Не нужно вставать Из-за руля Чтобы перевести Подножку в транспортное положение И два выключателя Один из выключателей Управляет Наружным светом Второй Это основной свет Здесь же Дополнение Для столешницы Для того чтобы ее закрыть Снизу нужно Направляющую Чуть Оттянуть вниз И Закрывается В кухонной зоне Имеется Трехкомфорочная Газовая плита Печка с контролем Пламени И С электроподжигом Все три Проверим Вторая И третья Рядом с печкой Раковина И соответственно Кран Так как у нас сейчас Главный выключатель Включен То кран Активный Если мы Поднимем рукоятку Вверх То заработает Насос И начнет Качать воду Над столешницей Кухонного гарнитура Две розетки Для подключения Потребителей 220 вольт Вверху Зона для хранения В этой зоне Слева установлен 3G модем Или 4G модем С раздачей Wi-Fi Сейчас он у нас Активирован Кнопка Включения его И выключения Для того чтобы Открыть окно Нужно Нажать кнопочку В центре Повернуть Рукоятку Нажали Повернули Отодвинули Насколько нужно 3 положения Чтобы закрыть Вверх до конца И опускаем Все закрывается Есть также режим Проветривания Вот в таком положении Здесь у нас остается Щель То есть соответственно Готовите Туда вытягивает Особенно в холодную погоду Сильно тянет Закрываем Ну и соответственно Шторка для затемнения И москитная сетка В случае если Окно открыто Где там Чтоб всякие Не летели Слева От входной двери Точнее уже справа Если при входе Справа Также крючки для одежды Очень удобно В большинстве случаев Автодомах Это проявляется проблемой То что Зашел с ней Снимаешь куртку Одеть ей некуда Приходится бросать на кресло Или на стол Не важно То есть тут Имеются крючки Все аккуратненько Над кабиной водителя Имеется Подсветка LED В ней же В основании Самого Светильника Имеется гнездо USB зарядки Аналогичная ситуация И с левой стороны По ходу движения Тут также Имеется Такой же светильник И в основании Его также Имеется USB разъем Над кабиной Люк Который Также Может быть Открыт Но Фиксация Здесь происходит За счет Вот этих Барашков То есть Подтянули Все Он в таком положении Останется Люк Также Оборудован Затемняющей Шторкой И Москитной Сеткой Обеденная Зона Стол У нас С вами Трансформер Который Может Двигаться В таких Направлениях А также Может быть Сложен Для того Чтобы сложить Нужно Надавить кнопочку И Ну Сидушку Убрать не буду То есть Еще можно Опустить ниже Ну и соответственно Таким образом Можно организовать Даже третье спальное Место То есть Кресло Развернуть На 180 градусов Уложить подушку И Получится Третье спальное Место С правой стороны У нас С вами Монитор контроля Заряда Получаемого От солнечных Батарей То есть Сейчас 4,5 ампера Идет на заряд Аккумулятора Слева Это контроль Состояния Аккумуляторных Батарей Системы Химер Смарт Батарей Ниже Панель управления Спутниковой Антенной Но как я уже Сказал Что спутниковая Антенна у нас С вами Не функционирует Здесь В России Но Разложить ее Мы можем То есть Пусть Вот Слышим Характерный Звук Антенна Открывается Видно Что поднимается Сейчас она Будет осуществлять Поиск В данном Случае Установлен Астра 1 Спутник То есть Он сейчас Будет его Пытаться найти Телевизор Смарт ТВ Вот на Таком Держателе Далее Здесь же Имеется Кнопка Включения Режима Высотной На высотах Свыше Полутора тысяч Работы Для Нашего С вами Отопителя Так как Он дизельный Ему нужно Больше воздуха Соответственно Если мы Поднялись В горы Выше Полутора тысяч Метров От уровня Моря То нужно Включить На двоечку Кнопка Включения Выключения Инвертора Ну и По левой стороне В ящике Установлен Блок управления Самой Спутниковой Антенной То есть Это панель Управления А то Блок мозги Так скажем Под телевизором Имеется розетка 220 вольт Которая будет Активна Либо при наличии Внешнего источника 220 вольт Либо при включенном Инверторе И два разъема USB Светильник В режиме Ночничка И светильник В режиме Лампы Для чтения Окно Имеет Затемняющую Москитную Сетку Повторяться Уже не буду Это так Все окна Оборудованы И соответственно Принцип открывания Такой же Как в кухне Я показывал Все одинаково Для того Чтобы открыть люк Центральный Нужно вот так Ручку Покрутить Все еще Новое Все И вот он Таким образом Открывается Соответственно Насколько нужно Настолько открыли И чтобы закрыть Крутим В обратную сторону Он опускается По упору И таким вот образом Складываем Люк Также оборудован Москитной сеткой И Затемняющей шторой Вот Столешницы В кухонной зоне Выключатели Для включения Аутентной Посветки То есть Такой Красивый Создающий Уют Вот И Включение Подсветки В самой Кухонной зоне Ну а Реже Ящики Для хранения При наличии Внешнего источника 220 вольт Соответственно Можно использовать Кондиционер Система управления Кондиционером Такая же Как дома То есть Все Абсолютно Идентичное Все ящики Оборудованы Защелками Нет Только Да Только Кабинным Кондиционером Его Вот так Достаточно Вполне Вот И Ящики Также Оборудованы Доводчиками Все три В нижнем ящике Ведерко Для мусора По правой стороне У нас с вами Два крючка Так же Ну это уже Как хозяйка Распорядиться То есть Либо для полотенец Либо там Фартуки повешать Как бы Так как Это больше Относится Кухонной зоне Зеркало И Холодильник Фирма Тетфорд Вот Холодильник У нас с вами Компрессорный Объемом 132,17 150 литров Да 149,5 литров Если быть точным С отдельной Морозильной Камерой Ох Ух Уже Наморозил А он у нас с вами Включенный Всю дорогу был Включен Да Я выключать не буду Потому что Вы Раз уж Будете эксплуатировать И вот Обратите внимание То есть Автодом Простоял на стоянке Без движения Ну не соврать Неделю Наверное Полторы уже Да Две недели Точно Холодильник Все это время Был включен Соответственно Я смотрел И Упало Путо там На Пять сотых Да Соответственно Вот Понимаете То есть Запас Электричества То что Вы спрашивали Соответственно Отопитель Сейчас он Нагонит Температуру Он будет Включаться Выключаться Так периодически Да То есть Он соответственно Расходует Тоже очень мало И автономия У вас Вот при Хюмер Смарт Бэттери Систем Вот этой системе Вот То есть Ну Я даже Честно Не берусь Сказать Ну Неделя Минимум Это точно Компания Дом в дорогу Приглашает Вас В самое Интересное Самое Невероятное Самое Удивительное Путешествие С автодомами По США Которое Будет Проводиться С 30 Сентября По 23 Октября 2023 Года Это Наше Третье Путешествие И о многом Говорит То Что Все Кто ездил С нами Первые Два Раза Уже Записались В наш Новый Тур Мы прилетаем В Лос-Анджелес Берем В аренду Автодома И едем По западному Побережью США Лос-Анджелес Парк Джошуа 3 Экскурсии По национальному Заповеднику Секвое Посещение Самого Большого Дерева В мире Генерал Шерман Ессематский Национальный Парк Гранитные Горы Гиганты Озера Олени Парки Водопады Самый Настоящий Город Призрак Сан-Франциско Портленд Фритфудский Лес Сиэтл И многое Многое Другое Но для того Чтобы поехать С нами Надо получить Американскую Визу Специалисты Компании Дом в дорогу Организовывают Запись на Собеседование И оформляют Все необходимые Документы Пройдя по ссылке Под этим видео Вы попадете На страницу Где Заполнив Специальную Форму Вы начнете Процедуру Оформления Визы в США Чтобы успеть Получить визу И поехать с нами Начните Это прямо Сейчас Здесь В нижней ступеньке Доступ У нас с вами К Баку Серых вод Для его Обслуживания Соответственно Имеется Горловина Которая Открывается И закрывается Для проведения Обслуживания Бака То есть для промывки А в этой ступеньке Просто Зона Для хранения Вещей Также Тапочки Спрятать Или еще Что-то Каждый Хозяин Баринг Как говорится Вот Дальше С левой стороны Зона Для хранения Также Вещей В которую Можно попасть Соответственно Открыв боковую Дверку Либо Вот эту Верхнюю Вот И здесь Рейлинг Для одежды И подсветка Сейчас В данный момент У нас здесь Лежит Подушка Для Объединения Двух Односпальных Кроватей В одну Двуспальную И Та полочка Которая позволяет Это сделать Так Вот таким Вот образом Она Раскладывается И вот Туда Она Заводится Вот таким Вот образом Все Подушку Укладываем Ну С вами Большая Двуспальная Кровать Теперь Складываем И убираем Ее На место Между Спальней И Холодильником Имеется Вот такой Шкаф Тоже Для Хранения Одежды С рейлингами С подсветкой Которая Включается Автоматически При открытии Двери И Снизу Зона Для хранения В которой Установлен Снизу Автоматами И УЗО То есть Это в случае Подключения 220 вольт Если где-то Происходит Какое-то КЗ Или утечка Вот для того Чтобы повернуть В исходное положение Вот нужно будет Сюда заглянуть В этот шкафчик Под холодильником Имеется полочка Для хранения Овощей Там Опять же Это на усмотрение Хозяйки Она сама Распорядится Что туда Лучше положить В спальне Самой Имеется много места Для хранения Вещей Как Антресоли Штанга Опять же Повешивать Можно будет Рубашку Или еще Что-то такое Короткое Шторку Для того Чтоб Огородиться От посторонних Глаз Или Для того Чтоб Не мешать Тем кто Бодрствует Точнее Тем кто спит Те кто Бодрствует Чтоб не мешали Сверху Так же Зона для хранения Два Фонарика Для чтения Розетка 220 вольт 12 вольт И USB Розетки Фонарики Так же Как и в Обеденной Зоне Имеют Опцию Ночничка И Чтение И я бы Хотел бы Показать Одну вещь Еще Подойди сюда Поближе Вот здесь Это есть Чтоб это На видео Осталось И чтоб Хозяин Видел Вот здесь Есть Вот такой Флажок Вот Им можно Регулировать Поток воздуха Вот по этой Шахте То есть Видите Здесь специально Сделаны Воздуховоды Если жарко То есть Ее можно Прикрыть Прохладно Приоткрыть Ну и Соответственно Регулировать Уровень Воздуха Поступающего Такая же С той стороны За подушкой Так же Расположена Вот Опять же В качестве Опции Спальная Зона У нас С вами Оборудована Торельчатыми Такими Пружинками И да Кстати Когда кровать Объединяется В две В большую Односпальную В большую Двуспальную Для того Чтобы на нее Легче было попадать Вот здесь Под матрасом Уложена Лестница А это та самая Подушка Которая Предназначена И организация Спального Места В обеденной Зоне С использованием Водительского Сидения Этот насос Выключается Я видел Да Вот тут Понятно Заправка Этого Я уже В вашем Ролике Смотрел Открывать Закрывать Не забывать Да Совершенно верно Биотуалет Открывать Закрывать Совершенно верно Индикатор Знаете Что если Кратко Загорелась Лампочка То есть Там она Сначала Зеленая Жолота Если красным Загорелась То все Им пользоваться Нельзя Нужно Вынести Кассету Ну Либо Заменить Как вы Взяли Так Ну И Самое Интересное Наверное Кабина Этого Чуда Автодома На левой Карте Двери У нас С вами Кнопки Управления Стеклоподъемниками Кнопки Регулировки Зеркал То есть Регулируется Электрическим Приводом Регулируется Только Верхняя Часть Зеркал Нижняя Часть Зеркал Которая Сферическая Ее нужно Выставить Вручную Но она Как правило И не меняется В течение Даже если Водитель Сменился Потому что Обзор Очень большой У этих Сферических Вот Дальше Слева Как я и говорил Имеется Кнопка Подогрева Сидений Как у Водителя Так и у Пассажира Соответственно Сидения Сидения Здесь Мерседесовские Которые С подушкой Для Высокорослых Людей Слева Колесико Управления Подушкой Вверх-вниз То есть Передняя Часть Подымается Либо Вверх Либо Вниз Вот Рычажок Слева Ближе К спинке Это Регулировка Положения Самой спинки Сейчас Продемонстрировать Не смогу Соответственно Рычаг Который Я Ранее Упоминал Тот Для Подъема И Опускания Всего Сидения Вверх Вниз Здесь С правой Стороны У Пассажира Соответственно Слева Рычажок Для Перемещения Вперед Назад И Так Дверь Открою Потому Что Если Осуществлять Разворот Сидения То Лучше Это Делать Таким Глубоко Задеваю Незачем Чтоб Не порвать Кожаные Сидения Таким Вот образом Мы можем Развернуться И Соответственно Отъехать Для того Что присутствует За этим же Столом Так Фиксируйся Все Как я уже Говорил Все Окна Оборудованы Закрывающимися Шторками Затемнеющими Точнее Шторками Чтоб Посторонние Глаза Не видели Что здесь Происходит Таким Вот Образом Ну и На Правой Двери Аналогично По управлению Автодону Слева Вот здесь Установлена Кнопка Управления Ручником То есть Ручник С сервоприводом Электрическим Управляется Кнопкой Шайба Для включения Света фар Либо Принудительно Свет фар Включили Либо В автоматическом Режиме Либо Просто Габариты Противотуманки Передние Противотуманки Задние И Регулировка Подсветки Шкалы Приборов И соответственно Корректор Фар Слушайте Звуковой Сигнал То есть Он нам Говорит Что у нас С вами Открыта Ступенька Нажав кнопку Ступенька Закрылась С левой стороны Блок управления Бортовым компьютером Автомобиля И Системой Дистанционного Круиз контроля То есть Активного Круиз контроля Мы сейчас Находимся Недалеко От Чикаго На севере Соединенных Штатов Они практически Не пропускают Звук Я дождался Того момента Когда я сам Это все проверил Для хранения Вещей Трех аккумуляторов Достаточно Для двухнедельного Автономного Путешествия Без всякого Электричества Моя жена От этого прицепа Была в восторге Эти прицепы Могут буксировать Обычные тягачи Нерамные Любые Потому что Он относительно легкий Хотя в принципе Снаружи Вы поймете Что он крутой Здесь контроль О Состоянии Автомобиля Конкретно Вот сейчас От Блу Да То есть Так как автомобиль Дизельный Евро 6 Стандарт экологии Да То есть У него естественно Есть Мочевина Так называемая Но В Европе Она называется От Блу Вот Таким вот образом Можете посмотреть Уровень ее ТО Через 336 дней Должно быть Осуществлено Уровень моторного масла Состояние Сажевого фильтра В случае полной Загрузки До 93 Он Процентов Дает Не больше Он включает Рекуперацию То есть И Сбрасывает Ну Дожигает Очищает Таким образом Сажевый фильтр Нет Она всегда Минимум Оно Так Да Так С завода Идет Вспомогательная Система Здесь Осуществляется Контроль Во время Движения То есть Вы видите Автомобили Которые Впереди Сбоку И Это Вы можете Себе задать Сами Программу Через какое Время Вам останавливаться Для отдыха То есть Можете Запрограммировать Либо он будет В автоматическом Режиме По вашему поведению Определять Что вы начали Вилять Там Грубо говоря Не держите полосу Еще что-то Такое Он Вам Зажгет Вот такой Огонек С чашкой Кофе Что типа Надо бы остановиться И Отдохнуть Здесь Путевая статистика Соответственно Это вот Пробег Да Суточный Расход топлива Средняя скорость И Время в пути Это вот После старта То есть Также показывает Расход топлива И Среднюю скорость движения Бонусы После старта То есть Когда вы Накатом катитесь То есть Он там Какие-то бонусы Копит Честно говоря Даже не знает Для чего мне такая информация Как водителю Это Экономайзер То есть В зависимости от того Насколько вы Надавили Он покажет Ну и Общий пробег Автодома И Соответственно Суточный пробег Так и Самая нижняя А ну и Можно Что Если неудобно Пользоваться Стрелочным Спидометром Да Можно пользоваться Такими Цифровыми Навигация То есть Если вы Задали себе Какой-то Маршрут То здесь Вы будете Допустим Давайте Куда Ростов Окей Сейчас он Предложит Варианты Вот Ростов На данном Все Окей Поехали Все То есть Он показывает Здесь Так же Навигацию То есть Сейчас он Подгрузит Карты Когда только Начнем двигаться Он покажет Направление Тоже Куда ехать Зачем ехать Вот Сейчас он Пока Видите Не найдено Дороге Потому что Мы В зоне Где Он не берет Не ловит Дальше Но здесь У нас Определяет Правильно По экрану То есть Дороги Просто нет Здесь Как таковой Там надо Выдвинуться Вот На выезд У него Сразу Сработает Она Онлайн Система Вот Соответственно Установлена Сим-карта Здесь Какая-то Либо ЕСим Либо Натуральная Сим-карта То есть Вероятнее Сего ЕСим Вот Но она Немецкая Можно Как здесь Видеть Так и Здесь Какой У нас Радиоволна Включена Ну Таким Вот Образом Выбирать Радиоволну Либо Выбирать На Мониторе Возврат Соответственно Выбор Носителя То есть Звук Либо Это USB Будет Либо Bluetooth Будет Телефон Подключен Будет Bluetooth То Соответственно Можно Пользоваться Громкой Связью Ну И Настройки Датчик Дождя То есть Чувствительность Датчика Дождя Стандартный Режим Чувствительный Ну Либо Нечувствительный Как вас Оповещать При резервном Уровне Отблу Либо Либо Когда Он Постоянно Будет Отражаться Вот Такой Иконка Снизу Что Отблу Состояние Такое Давайте Так Оставлю Это Удобно Самые Главные Настройки По Автомобилю Находятся Естественно В голове То есть Опять же Ей Перескакиваю Значит Здесь По Левой Части Кнопок На руле Можно Выставить Лимит Скорости Соответственно При Лимит Которого Автомобиль Не даст Превысить Либо Пользоваться Просто Круиз Контролем Для того Чтобы Зафиксировать Нужную Вам Скорость Нажали Вот Вниз Одно Движение Он Зафиксирует Ту Скорость Которую Вы Набрали Будет Соответственно Ее Поддерживать Вот Если Вдруг Вам Нужно Сбросить Ее То есть Как бы Накатом Покатиться Нажали Рез Он Остановит Вас Ну то есть Сбросить Набор Скорости Будет Катиться Накатом Объехали Какое-то Препятствие Да Надо Дальше Продолжить Опять Нажали Рез Он Разгоняется Ну и Соответственно Верх Низ Это Увеличение Скорости Без Частия Педали Газа Если Чуть Чуть Двинуть Вверх То Он Будет По Одному Километров В час Прибавлять Если Продавить Это Положение То Он Прибавит Плюс Десять Ну и Соответственно Вниз То же Самое Вот И Соответственно Дистанция До Передедущего Транспортного Средства Вот Он Там Отображает То есть Меньше Больше Как правило Я езжу На минималке Достаточно У них Запас Безопасности Очень Большой Правая Часть Клавиш Это Относится К управлению Головным Устройством То есть Им Можно Управлять Как Сенсорным Образом Так Из Руля Вот Соответственно Вот Они Установки Автомобиля Тут Можно Включить Либо Выключить ESP Систему Вот Систему Активного Удержания Полосы Движения Вот Видите Подсказки То есть Я Сейчас Выключил Обратно Вернул Включение Вот Дальше Вспомогательность Распознавания Системы Распознавания Дорожных Знаков Активная Система Торможения То есть Раньше Среднее Позже Вот Когда Уже Он Вмешается В управление Либо Выключить И совсем Можно Режим Усталости То есть В таком Чувствительном Режиме То есть Если вы Чуть-чуть Только начнете Уже Гулять По дороге Он Сразу Скажет Все Останавливайте Пейте Кофе Ну Либо Стандартном Лежиме Так Ну и Так же Он Автоматически Если вы едете По навигации Он Включит Предложение Где можно Остановиться И попить Кофе Распознавание Знаков То есть Он Может Либо Показывать Визуально На табло И Подавать Звуковой Сигнал При этом Либо Просто Визуально Либо Выключить Можно Я всегда Оставляю Визуально Да Потому что Оно Очень Информативно На табло Прям Вы видите Что Начинает Моргать Значок Что Вы превышаете Скорость Но Так как Масса Разрешенная Максимальная Масса Данного Транспортного Средства 4100 Он Вам Больше 90 Не даст То есть Даже Если Ограничение Стоит 110 Он Вас При 90 Предупредит Что Вы Превышаете Скорость Но Проигнорировали Поехали Дальше Ограничение Скорости При Зимних Шинах То есть Вы Можете Себе Задать Скорость При Которой Он Вас Будет Извещать О том Что Вы Еете Быстро Зимнем Либо Автоматически Включать Либо Принудительно Включать Можно Камеру То есть Это Задать Опции В опциях Также Можно Автоматическая Блокировка Дверей То есть Ну Это При Начале Движения У Вас Могут Закрыться Замки Либо Вы Игнорируете Эту Опцию То есть Ну Не знаю Мне удобнее Всегда Не закрывая Двери Потому что В любой момент Можно Выйти Из машины При Закрытых Дверях Приходится Искать Кнопку Как Открыть Эти Замки Поиск АЗС На карте Ну Это Все Опять же Ну И Соответственно Помощник По дальнему Свету Это Замедление Выключения Фар То есть После того Как Вы Заглушили Автомобиль Закрыли Он Какое-то Время Ждет Фары Потом Выключает Их Через 30 40 60 Секунд Замедление Выключения Внутреннего Освещения Соответственно Этого Плафона И Окружающий Он Габариты Подсвечивает Ну А здесь Настройки Дисплея Соответственно Яркость Включать Дисплей Выключать Дневной Ночной Режим Автоматически Выбран Пусть Будет Так Элементы Управления Также Можно Либо Только С кнопок Отключить Сенсор Либо Сенсор Оставить Только Отключить Кнопки Звуковый Помощник К сожалению Тоже В России Неактивен Аудио Настройки Соответственно Ну Тут Уже Сами Как Да Это Уже Разберетесь Ну И тут Естественно Подключение Телефона Ну Здесь Все Как Стандартные Настройки Климат Контроль В данной Комплектации Автодома Полностью Автоматически Соответственно Когда Выставили Нужную Вам Как Вы Уже Могли Заметить Лобовое Стекло Имеет Функцию Подогрева Соответственно Активируется Нажатием Вот Этой Кнопки Система Полного Привода У них Реализована Следующим Образом Постоянный Задний Подключаемый Передний С возможностью Включения Поднижающей Сейчас Это Форматик Система Полного Привода Как Это На Мерседесах Седанах Было На Геленвагенах Такая Система Стоит Теперь Здесь Такая Система Да Сам Распознаю Совершенно Верно Да Полностью Интеллектуальная Система Пожалуй Все С вами Была Компания Дом Дорогу Заходите На Наш Сайт Посещайте Наш Ютуб Канал С нами Интересно Мы Единственная Компания В России Которая Занимается Не только Продажей Автодомов Прицепов Дач Ну и Организация Путешествие С ними С нами Интересно Приглашаем Вас Невероятно Интересное Путешествие С домами На колесах В Анталию Которое Начнется 1 июля 2023 года В этот раз Мы проедем По красивейшей Военно-грузинской Дороге Проведем Экскурсию Подбилиси С посещением Лермонтовского Джвари Побываем В пещерном Городе Ахалцихи В музее Сталина В горе В загадочных Пещерах Прометея Узнаем Каким Теперь Стал Батуми Побываем В кемпинге Уладо На берегу Черного Моря И далее Отправимся В Турцию На обратной Стороне Черного Моря Мы познакомимся С городами Трабзон С древним Севас В Каппадокии Осуществим Полет На воздушном Шаре Посмотрим Как сейчас Живут люди В самых Настоящих Пещерах Посетим Подземный Город Покатаемся На лошадях И верблюдах Поужинаем В ресторане Пещере Познакомимся С городом Конья Ну а после Приехав С домами На колесах В Анталию Мы 5 дней Будем купаться И загорать В кемпинге На берегу Средиземного Моря А затем Со своими Домами На колесах Отправимся В Стамбул Кто там был Узнают Этот город По новому Мы посетим Места О которых Вы еще Не знаете Домой Мы будем Возвращаться По обратной Стороне Черного Моря Через Турецкий Самсунг В котором Мы остановимся В кемпинге В самом центре Города А границу С Грузией Будем пересекать Проехав По красивейшей Турецкой Горной Дороге Далее Со своими Домами На колесах Мы переночуем У стен Древней Грузинской Крепости Ахалцихи А на следующий День Мы посетим Действующий Мужской Монастырь Который Находится В пещерах Вардзия А последней Нашей остановкой Будет Город Боржоми Где мы Попробуем Настоящую Целебную Воду Прямо Из скважины Купим Грузинские Сувениры И через Военно-грузинскую Дорогу Вернемся Домой Подробный План И запись В путешествии В ссылке Под этим Видео Я Многое Рассчитывал И планировал Увидеть Но то Что я увидел Я Офигел Я побывал В таких Местах О которых Я Даже Не мечтал Редактор субтитров Корректор P.E.горова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...